Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем наш тренинг по иммунальному массажу, иммунальной терапии. Для этого продолжаем делать массаж рук. Массаж спины, головы, шеи, ягодиц мы уже сделали. Ноги сделали. Остались руки. Для этого, смотрите, ну, естественно, оголяем ту часть, которая нам нужна для работы. А эта лопатка нам тоже пригодится с плечом. Поэтому просто пододвину руку будем массировать в положениях в трех. Раз, два положения и три. Вот так будет положение. Начинаем сверху. Для того, чтобы нам плечи, литовидные мышцы хорошо проработать. Сразу начинаем всю эту часть обмазывать маслом. И, как вы знаете, все приемы мы начинаем в тренинг, согревающего массажа, плавно-переходящего, достаточно быстро-переходящего в разминочное движение. Здесь, как вы помните, у отростка отходит три пучка плечевых мышц. Литовидная вот прям грудная мышца в нее переходит. Поэтому каждый плечок мы будем массировать отдельно. Поднимаем его и вытягиваем прямо оттуда. Вот как будто бы из-под груди. Вот оттуда вот берем, вытягиваем с отрисанием. Проминаем ее по-всякому. И часто видно, если у человека плечо прижато к столу, значит, те самые мышцы, они укорочены. Поэтому их и нужно дополнительно разминать. Можно приподнять еще раз плечо и грудная мышца отдельно проработать. Растянуть их методом ризинга вдоль и поперек. Если они нас не беспокоят, то продолжаем со второго пучка, среднего пучка, вернее. Они перерастают к выкосному бугорку, примерно вот на этом уровне, по центру. И задний пучок. Все прорабатываем отдельно. Скручивающие моменты на них. Опять же, прием лапа леопарда. Входим поглубже и от кости отделяем мясо. Вот такой расширяющийся техникой, так же, как на крестце мы делали. Вспоминайте, да? Отдельно круглые мышцы промассировали. И вот тут есть такой небольшой нюанс. Если у человека там болезненная какая-то часть, как правило, не может поднять руку, либо так, либо так, либо зад, либо зад не может, да? Скорее всего, это какой-то пучок. Один из них укорочен и натянут. Мы его находим, и можно прям нащупать. Он как палец, как карандаш, например, внутри такой жесткий, как струна на тему. Вот здесь не больно? Нет. Спрашиваем человек, где конкретно болит, находим место превращения этого пучка. И как я вам рисовал на доске, помните, там вот методом зажимания краешка, как шланг, пережимаем, да? Потом отпустили, и кровь хлынула, и прогнала через нее эту пробку. Ну, например, да? Вот, нашли вот этот пучок, вот он. Перекатывается, да? На вдохе, предупреждаем вдох. И силой его прижимаем. Примерно 10 секунд считаем. Раз, два, три, пять, шесть, пять, шесть, пять, шесть, пять, шесть, пять, шесть, пять, шесть, пять. Ну, до пятнадцати досчитали, быстро это 10 секунд. Отпустили. Можно также найти, пройтись вот до конца, глубоко, да? Найти, найти место его крепления вот с этой стороны, да? И этот же пучок с другой стороны прижимаем. Отпустили. Также бывают мышцы, они идут глубоко под лопаткой, туда никак не залезть с той стороны, когда мы обрабатывали спину, да? Но можно подвесить вот отсюда. Только аккуратнее, не пережмите, не прямо под мышечных пазин, а под лопатку. Вот там их находим, и там их тоже можно промассировать. Далее, все плечо. Массируем, переворачиваем руку перпендикулярно оси тела человека. И, смотрите, если стол короткий, да? Рука может, допустим, лежать. Да, либо попросите человеку подвинуться, да? Потому что рука пережимается, вот на битебсе, да? Бывает болезненно. Либо подложить, ну, есть у столов там подушечки специальные, либо можете, я вышел на свою руку, и вот дополнительно показываю, что он освободился, расслабился. Потому что некоторые, бывает, руку держат прямо. Вот так держат, вот так держат, вот так держат, лак сжимают. Ну, не могут людей расслабиться никак. Прорабатываем вот эти вот сухожилия, которые подходят к логотку, и вокруг всех этих косточек. Там такие места, вот как раз локоть теннисист, как ты говоришь, да? Вот, как раз эти вот места надо прорабатывать, расшатывать их. И большими движениями массажами уходим вверх. Как помните, все наши движения приемы идут от локтя, ой, смысле, от конечности к центру. Голем кровь. После этого, ну, кстати, в этом приеме, вот, и можно еще как сделать. Взять и отдохнуть, тоже самому сесть на стол, и вам как раз и точно можно будет прорабатывать в эту зону. Сидите, отдыхаете. Я использую прием еще, это для растяжения своих собственных задних сухожилий ног. Для этого я одну ногу подгибаю, подсорить подградусов, и приседаю на нее. А вторую ставлю на пятку. И когда я дорабатываю локоть, я скачаю еще движение, делаю на свою прямую ногу. И таким образом, фитнес для массажиста, сам себе растягиваю мышцы ног. Вот, а в этот момент я уже скручивание делаю на предплечье, достаточно сильно, глубоко внедряясь в мышцы. По двумя руками, по одной руке меняя, видите, к своей руке меняя, потом вместе с плечом. И останавливаемся вот в такой точке. Поднимаем локоть вверх, здесь мы будем повышать давить между пальцами, получается, в ладонь, с тыльной стороны ладони, три точки, да? Первую точку давим, упор делаем в заднюю дельтавидную мышцу. Вторую точку давим в среднюю дельтавидную мышцу. Третью точку давим в переднюю дельтавидную мышцу. Вот, чтобы рука не соскользнула, или не сгибалась вот так вот, я делаю упор в живот, то есть я животному ее придерживаю. Положили руку. Какая нет живота? У кого нет живота? Заболи. Нет, живот есть у всех. Не обязательно это большое животное место, ну, грудь, грудной клеткой прижал эту руку. Так, вот если не хватает масла, да, у вас не хватило, например, то у нас после предыдущего приема осталось масло на локотьках. Мы его дополнительно смазали, растерли, вместе с ладонью, с пальчиками. И опять начинаем теперь с этой стороны, согревающий быстрое движение. Визуально делим руку пополам на внутреннюю медиальную часть и наружную, латеральную. И проходим опять же от конечности к центру. Разминающими движениями и широкими растягивающими движениями с этой стороны этих мышц. Потом с той стороны проходим. Если рука человек сползает, то вот нужно коленку придерживать ее. Мышцы, бицепсы, они такие прямые, вертичнообразные, поэтому в основном только продольное движение по ним. С потряхиванием всякими. Переходим к кисти. Я обычно спиной разворачиваюсь, но сейчас не буду перед камерой задом крутить. Чтобы было видно, саму кисть как бы кулачком руки разрезая пополам. А в этот момент другой рукой, пальцем, вот эти сухожилия, которые подходят к запястью вдольных, продольных массируют. Получается такое движение, вертикулярное друг к другу. Видите? Все большие подушечки большого пальца, мизинцы вот эти вот локтевые, да, расплющиваю прям об стол. Сильно можно делать достаточно. И это все равно будет приятно человеку. Потом такой прием называется, лапа леопарда превращается в куриную лапку. Мы вот всеми пальцами, своими, да, будем входить в сухожилие, вот в перепонке, его пальцев, да, вот как раз получается, четыре. А противоположным большим пальцем разминать вот эти вот сухожилия на его запястье. То есть это выглядит вот так. Вот как раз получилось между всеми пальцами, видите, поставил. И между большим пальцем тоже. Будут в разные стороны. Как бы вот наша лапа получается на куриную лапку, похоже. Птичьую такую, да? Размяли, развернулись в эту сторону и обрабатываем пальчики. Ну, во-первых, всевозможные виды отряхиваний, разминаний. Между большими своими костяшками пальцев зажимаем и проходимся по всем четырем плоскостям. Я делаю это одновременно обоими руками. Зачем тратить время на то, чтобы по очереди каждый палец проходить. Вот, потом поджимаем вот таким способом его пальцы и раскрываем ладонь на себя. Вот так раскрыли. Все пальцы его максимально вытянуты, максимально натянуты все сухожилия мышцам ладони. Мы как бы ее развернули, раскрыли как цветок, да? И вот по раскрывшимся вот этим вот мышцам начинаем мелко-мелко, дробно так прорабатывать всю ладошку. Здесь также есть точки акупунктуры, как и на стопах. Ну, мы непосредственно у нас нету цели сейчас заниматься прожиманием точек. Ну, вот я вам только единственное скажу, что по центру идет кишечник. И толстый кишечник идет как раз вот прямо через центр ладони. Вот эту точку прямо нужно прожать. И как сигнал нам говорят, если она очень болезненная, значит, есть какое-то заражение в толстом кишечнике. Поражение. Ну, тебе не больно, да? Нет. Нормально. Вообще, вот этот вот приемчик, разминание внутренней части ладони, очень приятно, люди от него о нем отзываются. Обзываются. Раздвигаем опять от центра к периферии все наши мышцы, да? И переходим к запястью. Взяли запястье и как будто бы мы вот таким скручивающим движением хотим его отделить от лучевых костей. Растерли и вот так немножко потянули. Потом держим за него. Не забываем с тыльной стороны теперь тоже запястье разминать. А в этот момент эта рука скручивает его кисть. Скручиваем таким образом. Сначала кисть находится в продолжении оси всего локтя. То есть вот так вот. Потом в противоположную сторону. Опять продавливаем каждую вот эту вот запястью, пальчики, между пальчиками этой точки. Раз, два, три. И вот в эту сторону. Раз, два, три. Потом кисть согнутая. И поворачиваем ее вот так вот. Практически под 40 градусов. Получается такое спиралевидное движение. Вот так вот. В эту сторону. Раз, два, три. И обратно. Раз, два, три. Встряхнули руку. Подогнули свои пальцы. Вернее, его пальцы должны полусогнутые, да? Мы их немножко в таком полусогнутом состоянии скручиваем в одну сторону и в другую сторону. Вот. Слышно был траст, да? Слышно? Раскрываем его пальчики и упираемся в перепонки. Упираемся в перепонки, а вот над ними, где косточка соединяется, да? Уперлость и получается ладонь взялась на излом. Отлеска встряхнули и вставили ему пальчики обратно. Если у человека выбиты вот эти вот кости, да, они, бывает, торчат, можно расслабив ладонь, упереться в них и тоже вправить обратно вставить. То есть, для этого мы что делаем? Идем в противоположную сторону. На растяжение. Растянулись. Кисть от запястья, да? И вот косточка торчит. И в этот момент резко нажимаем. Ну, в данном случае, хулино-то все на месте. Поэтому, прижимаем руку и заканчиваем как? Заканчиваем тем, что мы ведем медленно лимфу. Вы помните, что лимфа течет медленно, очень медленно. В подмышечную впазину, прям туда можно подмышку вот так вот нажнуть. Второй проход делаем пошире. И можно вот туда, в подключичную зону идти. Можно кулачком. Достаточно мощно я это делаю и веду, как видите, с силой. Наводившись всем корпусом на его руку. А вторая рука расплющивает его кисть, не давая потоку крови уйти обратно. То есть мы гоним кровь, лимфы, мишечную жидкость, все вверх. Прогнали. Ну и как мы обычно заканчиваем. Простучали, провибрировали. И саму руку покачали немножко. Показываю, насколько он расслабился по часовой стрелке. Ловим это движение вместе с ключом. Расслабляем, расслабляем. Тирание под 45 градусов. И оставляем в том положении, в каком мы приступили к работе. Итак, на этом массаж руки со стороны спины мы закончили. В следующем видеоролике покажу вам, как массировать руку спереди. То есть, когда человек лежит животом вверх, спиной вниз. Ну а вы приходите на наши тренинги, ставьте нам лайки. И подписывайтесь на Академию Телесно-Ориентированных Практик. До новых встреч! Друзья!